Привет, дорогие друзья! Я решила записать видео сейчас с утра, а не вечером. Может быть, немножко буду тупить, но вам не привыкать к моим долгим паузам, тугодумству, медленноговорению и прочему. Так, сейчас утро, 10.29, воскресенье, 15-е, 16-е, 16-е, наверное, февраля. Как 16-е? Нет, не 16-е. 17-е, наверное. Так, скоро у меня снимут... Да, 20-го числа будет последний день моего страйка. Дальше у меня будет возможность уже... Следующий эфир будет по-настоящему прямым. Если я раньше вдруг не надумаю написать. В общем, на этой неделе я получила отказ в оказании мне материальной помощи, в признании меня малоимущим. Я подавала заявление на социальную стипендию в орган соцзащиты. И приняли у меня его так хорошо, мне прямо так повезло. Конец января, толпы народу, все идут за разными-разными видами социальных выплат. Там всевозможные. Я столько всего нового узнала. Субсидии, то, что вот все называют субсидиями, это имеется в виду, по-моему, возмещение коммунальных услуг, компенсация платы за коммунальные услуги в каком-то размере, ну, при каких-то условиях. Потом, значит, компенсацию за садик дают. Правда, официально работающим сказали. Так, потом... Еще что-то. В общем, много-много разных видов от государства социальных выплат можно получать разным всевозможным категориям населения. Там, детям войны. Ну, в общем, куча всего. Пока я там сидела, в очереди узнала. И там две очереди. Одна по талончикам, а вторая за справкой. Ну, по талончикам, это там, где ты уже непосредственно подаешь весь свой пакет документов. За справкой это когда, чтобы узнать, что тебе причитается, что туда нужно. Ну, и я, поскольку у меня не было уверенности, ну, я пошла за справкой, потому что я не была уверена, что у меня весь пакет документов и вообще имеет ли смысл мне подавать. Я взяла папину, попросила принести справку с работы о доходах, о зарплате. Ну, и прикинув за полгода, прикинула, что у нас, в общем-то, на всех, кто прописан на этой жилплощади, не хватает, не дотягивает до минимального прожиточного минимума. То есть, ну, как бы, получается, что я имею. Но это без учета, если сюда добавить папину и мамину пенсии, то нет. Получается, дотягиваю. Потом, 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 в общем, я пошла в справку. И девушка мне сказала, ну, посмотрела все, посчитала зарплату. За три месяца, там, оказывается, не за шесть, надо было за три. Взяла три последних месяца, а это последние месяцы года, когда бюджетные организации, ну, избавляются от своего фонда заработной платы, выплачивают все максимально, ну, то есть, премии разные начисляют. В общем, зарплата повыше, чем в среднем в году. И получилось, что нет, перебор. Она говорит, а это еще без учета пенсии. Потом меня порасспрашивала, кто там живет на этой площади. Сначала она подумала, что это муж, что я показываю зарплату мужа. Потом еще спросила, кто, ну, в общем, выяснила, что я же, там, родители мои прописаны и сын. И, значит, сказала, так вы можете сами отдельно подать без учета этих родственников. Вы же, ну, как бы самостоятельная единица. То есть, вы не находитесь на их иждивении, что так и есть. Ну, я нахожусь на иждивении сына, но он официально не работает, так что я не могу показать его доход. Вот. Недавно мне писали такой комментарий в духе, что я иждивенец. Кстати, вы живете, как-то задали, вы живете на иждивении сына или чего? А почему вы живете с сыном? Спросила меня женщина какая-то. Ну, я ответила, что я помогаю сыну, ухаживаю за мамой. Да, наверное, я иждивенец, потому что я не получаю зарплату. Нет, не так я написала. Иждивенец, да, наверное, потому что с них денег за это я не беру. Так я ответила. Так. Почему так получается, отвлекаясь немножечко, что на хорошие комментарии ты не сразу отвечаешь, можешь. и даже потом упустить их. А вот как какая-нибудь такая заноза, то обязательно пойдешь и ответишь что-нибудь, напишешь, удостоишь этой чести. Почему? Это же несправедливо. Надо хорошим людям отвечать, тем, кто к тебе благожелателен. Но вот, видимо, заноза – это ключевое слово. Когда у тебя заноза, ты ее хочешь вытащить сразу же. Не хочешь с ней долго ходить. И что получается, значит, занозы, они твоего внимания забирают больше, да, чем приятности. Так. В общем, на следующий день я пришла. Честно, взяла талончик, сидела в ту очередь. Длиннющая она, там 2-3 часа, наверное. Потому что там люди сидят 3 часа и переживают, что контора работает до половины шестого, и что они не успеют уже. И сидела прямо рядом с той же девушкой, у которой вчера консультировалась. Да, мне сразу же быстро, она мне сказала, что нужно взять справку из... А я уже заказала до того, как пойти туда. Уже заказала справку. В университете справки у нас не сразу выдают, а нужно предварительно заказывать их. И я уже заказала справку и о стипендии, и о том, что обучаюсь. И пошла с этим пакетом документов к ней. Как получилось, что я к ней же села, народу не было. И в справку народу уже не было. И девушка, которая рядом сидела, сказала, вы можете сюда садиться, к этому специалисту. просто, если вы из очереди. И они... И в общем, я села, попала к этой же девушке, она уже была в курсе, она все посмотрела. Ну, я говорю, посмотрите, пожалуйста, тут все, всех документов хватает. Она села, посмотрела. А, ну, я сказала, да, проконсультироваться, проверить все документы. Я говорю, ну, а что, приму я, наверное, эти документы. И приняла. В общем, я так длинно рассказываю, но вы поняли, что я, получается, без очереди прискочила. Так, ко мне благожелательно отнеслись, почему-то. Хотя я думала, что вопреки стереотипам, а, что у людей стереотипы, следуя стереотипам, мне туда нужно одеться победнее. Ну, не надо там сидеть в шубе, и, ну, в шубе, шапке, в таком, лучше одеться поскромнее. Но, с другой стороны, сейчас стереотипы ломаются, да, шуба это уже не является, шуба уже не является атрибутом богатых, богатства, достатка. Как бы более успешные в финансовом плане слои населения носят хорошие пуховики. Их тоже, наверное, наметанный глаз отличает сразу. В общем, короче, так или иначе, или шуба у меня уже потрёпана. В общем, короче, отнеслись ко мне благожелательно и приняли документы. И она же мне, она мне сказала, только вы уже, наверное, не ко мне попадёте, потому что пятого я ухожу в отпуск. Ну, почему-то вот она у меня так, так ко мне была расположена. И она же, я понимаю так, что это она мне звонила через несколько дней. То есть она не стала затягивать, сразу же стала рассматривать моё дело. Ну, и сказала, и рассказала мне что-то так и так. Она посмотрела все документы, все законные, разные законные акты. Ну, и не находит основания, чтобы, ну, дать, оказать, ну, признать малоимущим для того, чтобы я могла претендовать на материальную помощь. Потому что эта помощь оказывается только гражданам. И тут всё. Я, ну, она говорит, а кто, ну, дайте мне там телефоны ваших этих из университета. Я сначала что-то испугалась, думаю, а зачем я буду давать, а вдруг там им, ну, начнут предъявлять претензии, зачем вы даёте справки. Она не гражданин, как будто не знаете. А потом в ходе разговора я поняла, что она, ну, ищет основания для того, чтобы, ну, дать добро моему делу. И после того, как разговор закончился, я нашла телефон там с этого отдела международного, так, называется отдел по работе с иностранными студентами. Дала ей телефон смс-кой. Ну, она мне потом ещё перезвонила и сказала, спасибо, что вы дали мне телефон. Ну, сейчас, в общем, она там ищет, смотрит документы, ищет законы. И потом на следующий день или вечером же она мне перезванивала, а я не услышала. Ну, шла на трамвай, там грохот такой стоял, я звонка не услышала, не взяла трубку. А при перезванивании она уже не берёт. Ну, понятно, что они, конечно же, не разговаривают, ограничивают круг своих этих... Ну, это телефон, видимо, её личный. И они просто не берут трубку, когда им кто-то перезванивает, незнакомый. Вот. Ну, и потому, что мне не перезвонили, и не стали вызывать меня. Ну, то есть, если бы вопрос был решён положительный, и мне надо было идти забирать эту справку, то это решение, то мне бы сразу позвонили. Ну, она бы сразу тут же позвонила, ещё до ухода в отпуск. И, ну, срок рассматривания, предусмотренный законом, 10 рабочих дней. Ну, то есть, по-нашему, по-обычному, получается, 2 недели. Через 2 недели я пошла, уже забрала это решение, отказ, решение об отказе. Огорчилась, хотя, конечно, уже была подготовлена, огорчилась. Но оно и логично было. С самого начала это было логично. В этом деле вообще всё было логично, потому что я сразу же с первого... с того, как начать этот весь забег, ещё в начале учебного года, я спросила у нашего замдекана, который ведает этими вопросами, а не гражданам дадут социальную стипендию, она сказала, ну, наверное, нет. И вот это слово «наверное», ну, то есть, она точно не знала, у неё тоже прецедентов ещё не было. И вот это, наверное, вот и заставило меня всем этим заниматься. Ну, ничего страшного, зато много чего узнала, теперь знаю, куда, зачем надо идти. И, в принципе, могу отдельное видео сделать. Вот. Но, скорее всего, я видео сделаю, когда реально эту социальную стипендию буду получать. Когда это будет, не знаю. Ну, само собой, разумеется, не раньше, чем получу гражданство. Вот когда гражданство, вообще не знаю я. Я уже подала на госпрограмму. Ну, я об этом уже говорила, да, наверное, потому что это давненько произошло. Подав, я не спросила, каков срок рассмотрения, что потом. Потом меня волнует вопрос, нужен ли мне, нужен ли отказ от гражданства. Ну, наверное, если бы нужен был, то они бы, наверное, сразу сказали, что давай-ка вот сейчас, может, пока не нужен отказ от гражданства, а вот на следующем этапе, когда будут принимать решение, может, уже будет нужен, но мне ничего не сказали. Хотя, в связи с тем, что сейчас уже пошла новая политика миграционная с этого года, некоторые положения, конечно, могут сильно измениться. Кое-что уже поменялось. У меня приняли документы на госпрограмму по-старому, ну, потому как приняли бы в 2018 году по тому образцу. А теперь оказалось, в общем, мне позвонили с отдела по вопросам миграции и сказали донести там документы некоторые. В общем, теперь вот эти копии свидетельства о рождении, свидетельства о браке и диплома должны быть нотариально заверены. А до этого она просто заверяла там своим штампиком сотруднику ВМ, который принимает. И это было точно, то есть это не ее оплошность. Она до этого уже, ну, я же уже до этого сдавала документы. Вот. Пыталась, вернее, сдавать. И она все ходила и точно выясняла у того сотрудника, который занимается непосредственно госпрограммой. Дальше. В общем, тоже один день я крутанулась, побегала вот этими все, вот эти все копии документов делала. Заявление не того было, образца, бланк. И тоже девушка. Прям вот некоторые вещи мне очень, как бы сказать, настроены ко мне, благожелательно некоторые вещи. Но в конечном итоге отказы получаются. По крупным. В общем, по мелочам везет. По крупным вещам. Не всегда. Вот. 17 минут уже болтаю ни о чем. Так. Так. Дальше. Еще мне нужно, вот уже прошел год, как я живу по РВП, мне нужно идти куда-то и чего-то там отчитываться. Ну, то есть показываться, что я здесь проживаю и что у меня вот такие-то доходы. Не меньше прожиточного минимума. Об этом мне ничего не сказали. Куда я должна идти отмечаться. Надо было мне сразу заодно об этом подумать, когда я в этот отдел. Ну, там нету той сотрудницы, которая, которую я сдавала, она в отпуске. Опять-таки. Ах, совпадение. То есть вот это вот все мне перезванивала другая девушка. Так. Дальше. О, я же сшила. Вчера, позавчера я занималась шитьем. Из старых джинсов. У меня же давно идея фикс из джинсов чего-нибудь старых сшить. Давайте сначала покажу, какие вот, во что превращаются джинсы после работы. Так, итак, каких джинсов у меня? Два. Три. Это не помню. Четыре. Четверо, да, джинсов получается. Ну, одни, возможно, для чего-то другого подошли. Так. И вы сейчас смотрите. Ну, нет еще пуговицы, пуговицы не доделала. Мне хотелось из джинсов сделать такую курточку, кителек. Не знаю, как еще его назвать, какие-то. В таком... В бурятском, наверное, стиле. То есть, не, наверное, точно в бурятском, конечно. Я просто думаю о том, как лучше сказать. Вот, и здесь я не придумала, как. Я не хочу переходить грань, ну, как бы вот этот декор, чтобы его не было слишком много, чтобы все тут не сияло. Здесь все-таки привержен остаться верным джинсовому стилю. Чтобы это все-таки была джинсовая курточка. Просто с некоторыми этническими элементами. Ну, как вам? Я молодец. Ну, смотрите, крой такой из журнала, из бурды 87-го или 89-го года. Это вот расширенные, мощные плечи. А здесь должны быть подплечники. Но я не хотела. И вот я теперь не знаю, как здесь мне декорировать. По выкройке, по задуманному, но здесь 9 пуговиц. Блестящих таких. Сейчас я покажу, что это за модель. Видите, какие плечищи? Эта штука бархатная. Вот. Рукава. Вот эти вот манжеты. Ой, я всегда ленюсь, эти нитки. Обрезать. Манжеты вот такие. Здесь, чтобы делать в другую сторону, что ты сделала? Угу. В другую сторону надо было вот сюда, чтобы вот этот растрюк туда смотел. Тогда бы и здесь было, да? Тоже более логично. Ну, уже ничего не поделаешься. Какой-то пришито. А где же они тут были бы, а, интересно. Прикольно, да? И смотрите, здесь. В общем, здесь использованы в готовом виде вот эти карманы. Я вырезала. И вот эти вот рукава. Видите, вот, узнаете? Какие-то такие джинсы, да? Которые называются в байкерском, что ли, стиле. Да, ну, когда их покупаешь, они как-то называются именно вот. Что это байкерские джинсы. И вот какие-то здесь. Я хотела сделать петельки, как в монгольском, как в бурятском. Ну, то есть вот такие на этом. Я думаю, если здесь сделать вот такие петельки, застежки клевант, то это будет смотреться уже, как гусарский деламан. Чего я не... Ну, в принципе, я не против деламана. Мне очень тоже хотелось. Но я не хотела, чтобы он так сверкал весь такими красками. В общем, что-то, какой-то мне элемент сюда нужен. Потом я думала, было бы неплохо, раз здесь плечи слишком. Из-за этих плечей я вот не умею рукава сажать красиво. У меня вот так вот всегда получается какая-то такая бабища. Рукава сильная. Почему так? Ну, я знаю почему. Потому что я ленюсь и сразу с одного раза сажаю. Ничего никогда не подгоняю. Мне лень. Вот. И раз такие рукава получились, надо как-то оправдать эти плечища. Тогда уже их тогда быть верным стилю. Подложить туда подплечники. И вот здесь вот, например, прострочить. Чтобы такой был элемент. Видите, какая эта штука? Она как-то сразу и этника, и гусарский беломан, переходящий в такой милитари. Фэнтези милитари. В общем, такая штука. Ну, я рада, что я наконец решилась. А то я много лет эти джинсы гоняю. Нет, я останусь в ней. Вот здесь вот так. А вот здесь, видите, вот необработанные края остаются. Остаются, не знаю, тут как-то обтрепать их специально. Или сами обтреплются в стиральную машину засуну. Вот, надо или пуговицы купить, или, ну, в общем, что-то придумать. Прикольно, да? Это тесьма. Вот так. Так, дальше. Хоть что-то, хоть как-то использовала, использовала время, когда я нахожусь дома одна. Я всё, всё это время говорю себе, ну, что же ты не шьёшь? Ну, неохота была шить. Сейчас, видимо, пошло, погода пошла к теплу, к весне. Ещё тепло не наступило, но уже солнышко, там, птички поют. Видимо, это поднимает настроение, что ли. Вот. Ну, или я всё это время себя подзуживала, подгоняла, подгоняла и, наконец, сдвинула телегу с мёртвой точки. Так, ну, ладно, давайте теперь посмотрим сторону телевидения. Нет, главное, что это всё-таки Ютуб. Не столько телевидение, сколько Ютуб. В общем, я, что-то я, о чём не говорила в прошлом эфире, что у меня давно вертится на языке. Битве экстрасенсов, видимо, конец пришёл. Людей в отчаяние вгоняют болезни. В общем, как вы думаете, что теперь битве экстрасенсов конец? Так, что, где, когда, тоже прокатился скандал. В общем, один из создателей, из авторов программы «Кто хочет стать миллионером» разоблачил Александра друзьям, рассказав о том, что он договаривался, пытался договариваться на выигрыш в этой игре. Где выигрывает 3 миллиона, и 3 миллиона он поделит. Миллион, значит, вот этому даст автору. Автор – это тот, кто придумает вопросы и решает, какие вопросы будут в игре. И по миллиону, друзю и Сидневу, который с ним участвовал. Это были предновогодние выпуски, 22 декабря была передача. Но он не выиграл, потому что первые 6 вопросов ему показал, слил. Ну, в общем, сделал в программе те первые 6 вопросов из всех слитых. А слил он все, в общем, все 20, да, ну, до миллиона, сколько их там вопросов. Дальше были другие вопросы. И этот, Друзь, Друзь с Сидневым дошли до последнего вопроса, но на него ответили неправильно, на последний, который на 3 миллиона. Вот. И тоже такую тень бросили на друзьям, он был такой непререкаемый, знаток. Теперь вот к чему верить, то есть первый канал, первый канал, да, и ТНТ. В общем, короче, телевидение все наше рушится, будет растоптано, низверженно, рассыплется в прах. Да. Но по тому же телевизору я на днях увидела фильм «Женщины». По-моему, я его даже раньше, на той неделе ничего увидела. Я почему-то его раньше никогда не видела. Хотя, видимо, ну, потому что там играет Мэк Райан, он давно снят. Хотя она там играет 50-летняя или 40-летняя. Чем уникален фильм? Вообще, мне нравится, я люблю все фильмы с Мэк Райан. Ну, как-то не являюсь таким специальным поклонником, но если меня спросят, будешь смотреть фильм, там играет Мэк Райан. Да, я посмотрю с удовольствием. И такой прикольный фильм. Ну, в общем, посмотрите, это чисто такой женский фильм. И чем он еще интересен? В нем нет за все время, за все метры. На всем протяжении фильма не появляется ни одного мужчины. То есть, мужчины там как бы за кадром всегда как бы присутствуют. То есть, есть, участвуют. Одно лицо мужского пола, которое там появляется, это новорожденный мальчик. Подождите, а кто его родил? А, ну, это одна из героинь, ага. Второго плана, одна из подруг героини Мэк Райан. В общем, если вы не смотрели этот фильм, как и я, никогда не натыкались на него, посмотрите обязательно. Если смотрели, то вот я вам напоминаю, посмотрите этот фильм. Что-то не так в этом крое. Я все, я сделала точно по выкройке. Наверное, это из рукавов неправильно посаженных. Вот. Что еще? А, сейчас вот смотрю метод Хитча. Тоже никогда не видела правила съема метод Хитча, по-моему, так называется на русском. На английском он просто Хитч называется. И на этой неделе я открыла канал для себя новый. С удовольствием смотрю. Такая замечательная девушка. Значит, я и раньше видела, мне попадался. То есть, мне ютуб все время выдает. Когда-то Нурия называется канал. Я думаю... Ну, в принципе, конечно, интересно. Я подумала, что это какая-то татарская девушка. Он так назвал свой канал. Ну, что-нибудь рассказывает о своей жизни. И, ну, с этим уклоном что-нибудь, типа того, каково быть нерусским в России. Ну, что-нибудь, может быть, и на эту тему есть видео. Потом думаю... Ну, это, наверное, какая-то, может, мусульманка, что-нибудь про это. Ну, хотя, если человек называет свой канал когда-то Нурия, вряд ли он религиозен. Хотя все может быть. В общем, короче, ничего подобного. Это не Нурия, а Нурия. Она из Испании, из Барселоны. Она каталонка по национальности. И она училась в России. Она обожает русский язык, своих русских друзей. Она, в общем, как бы прониклась вот этим вот русским духом. Все... Ну, в общем, она ностальгирует. Теперь, живя, отучившись и теперь, живя у себя дома, она, в общем, с удовольствием вспоминает все, что было в России. И так тонко она чувствует... Она говорит... Она говорит хорошо. Хотя она там прикидывает... Ну, не то, что прикидывается, а там не всегда хорошо на камеру, я так понимаю, получается у нее выговаривать какие-то русские... Потом какие-то русские слова. Вот эти все обороты сложные. Поставить в правильное склонение, в правильный падеж, в правильное спрягать глаголы. Ну, это всегда надо держать в голове, да? Ну, в романских языках такого мало. Или почти, или нет. Совсем. Вот. И она рассказывает и о Барселоне тоже. И, ну, всякие вот эти вот видео. Ну, тем, кто смотрит там Джастина или Skyeng, понятно, что какие русские слова для иностранцев трудные, какие смешные, какие прикольные, какая буква самая страшная. Ну, вот такого типа видео. Или иностранцы пробуют то-то, иностранцы смотрят то-то. Такого плана видео. Ну, они же всегда, они же хорошо заходят. То есть, всегда, не всегда, не знаю, но мне нравится. И так что ли сделать? Как-то. Может, лучше будет, да? Вот эту головку чуть-чуть забрать. Угу. Ну, мне нравится, как я применила эти штуки. Ещё я похожа на этого, да, чувака из «Пятого элемента». Такой, кто он там был-то? Такой фашист с чёлкой, и у него какой-то такой китель был. Такой. Это точно смотрится как в милитаре. Космо? Нет, не космо, а в милитаре. Фэнтези? Нет, фэнтези это не то. Как называется-то будущее? Футуристичное. Футуристичное милитари. Вот. Ещё что? А, и вчера, буквально позавчера, я смотрела три... Ой, три, говорю. Видео. Я, слушайте, обожаю... Я же смотрю много философских видео на Ютубе. И обожаю вот это вот всё про нейронауки, когнитивные науки. Я смотрю Черниговскую, потом вот эти вот, когда они на пару с Анохиным, которые тоже занимаются проблемами нейронаук, он биолог по специальности, Анохиным, академик. Он академик, да? И, конечно же, я давно уже смотрела, как они ездили на встречу с Далай-Ламой. И вчера я снова стала смотреть уже, как бы, продолжение уже нашу версию, когда пресс-конференция или семинар, ну, в общем, было мероприятие, которое они по приезду из Дели, в Дели это была встреча с Далай-Ламой, по приезду провели здесь, для местной научной общественности. Интереснейшие. Вот это всё так интересно, так захватывающе. Я смотрела, снова начала смотреть эти записи в встречу с Далай-Ламой, слушала все эти доклады. Очень интересно. И буду сейчас смотреть. Если вам это тоже интересно, значит, один канал Далай-Лама.ру, ну, вот так вот латиницей, без точек, без пробелов, Далай-Лама.ру. Ну, этот канал, оказывается, не наши создали, а сами буддисты создали. Ну, кто именно, какая из них именно, организация из них, может быть, под эгидой самого Далай-Лама. Вот, обязательно посмотрите. Там вот все эти, вот эти, записи всей этой встречи на русском, с переводом есть. Безумно интересно, ещё раз подчёркиваю. Не могу прямо вот слюной брюшу. И Сохраним Тибет, по-моему, называется. Кажется, это наш канал, по-моему, это наша же, наша академия создала этот сайт. Точно не проверяла источники, но вот эти два канала я вам рекомендую, если вам эта тема интересна. А если, наверное, интересно, вы любите думать, если терпите мою болтовню. Так, что ещё? Ну, всё, я всё, что записала, да, здесь есть. В общем, я думаю, что... Ну, если у меня будет что добавить, я вечером ещё добавлю, но, скорее всего, не добавлю, поэтому, на всякий случай, попрощаюсь с вами. Хорошей всем недели! Всем удачных завершений ваших дел. Ну, в общем, удачи во всех делах! Успехов! Здоровья! Терпите, люди, скоро лето! У нас так писали... Раньше в моём детстве было принято писать на этом... на стекле в трамвае. Ну, в трамвае, в автобусе стёкла всегда были замёрзшие, покрытые корочкой льда. И на ней всегда кто-нибудь писал. Терпите, люди, скоро лето! Вот так! Ой, мои же приедут уже на этой неделе, да? С это... Из Вьетнама. Как жалко! Пусть бы ещё отдыхали! Так мне хочется, чтобы они побольше отдохнули. Чтоб не приезжали в этот холод. Чтоб всем им было тепло. Ой, ну, ничего не поделаешь. Всему своё время. Делал время, потихий час. Ну, ладно. С вами была Аюна. Всем всего самого наилучшего. Пока! А... С вами был Игорь Негода.